Приветствую вас, Лена, и приветствую всех наших слушателей. Ну что ж, начнем мы с демонстрации ядерной мощи России, которую накануне показал... Надувание щек, надувание щек. Надувание щек. Вы видели эти кадры, да, запуска Ярса, которую Роспропаганда, значит, показала. Надувание щек перед кем? Перед самим собой, прежде всего, потому что... То есть это для внутреннего использования. Потому что внутренние люди, которые это смотрят, они просто дураки, и они не понимают, что им показывают. Потому что люди, которые понимают, что им показывают, они задаются простым вопросом. Почему Ярс, а не Сармат? Потому что Ярс – это старая советская ракета, которая переделана на Этополь. То есть, грубо говоря, этой ракете 40 лет. Почему ее, а не Сармат, который Путин сказал неделю назад, что его якобы поставили на боевое дежурство? Почему? Ответ очень простой, потому что в Российской Федерации есть только один Сармат, который поставили на боевое дежурство. Кстати, летать он не может, потому что последний Сармат в феврале месяце упал. И поэтому ничего показать другого, кроме Ярсов, нельзя. И поэтому у серьезных людей это ничего не произвело, потому что все знают, что это старая ракета, которая сбивается американским патриотом, легко сбивается. И поэтому это не для американцев, не для китайцев. Это для россиян, для внутреннего использования. Это просто надувание ядерных щек. Причем мы многократно уже это говорили, но повторюсь еще, потому что это важная вещь. Каждый раз, когда Путин устраивает что-то ядерное, это доказательство того, что у Путина нет никаких просто сил, что Путин бессилен, импотент. Путин импотент, поэтому ему надо вынимать ядерную, ну вот, хорошую дубину. Ну там, дубину, да, но все поняли, что на самом деле, что это вот из широких штанин, значит, Путин достает ядерную дубину. Ну вот, но эта дубина, она только вот для этого и нужна, чтобы якобы надуть щеки, показать, что, а я там сильный какой. Если ты сильный, почему ты 20 месяцев не можешь победить Украину? Если ты сильный, то почему ты едешь на поклон в Китай? Если ты сильный, почему ты едешь на поклон в Семерную Корею? Если ты сильный, почему ты едешь поклоняться Ирану? Если ты сильный, если ты супердержава, почему ты побираешься по всему миру, если ты сильный? Путин не сильный, поэтому не сильному человеку нужно показывать ядерную дубину. И вот он ее показал, но он ее показал, опять же, внутри страны, потому что эту дубину, которую он показал, вот он сказал, что у него есть какой-то там буревестник, но запусти его, буревестник, покажи, покажи всему миру, Пусть этот буревестник полетает месяц или два или три и докажет, что у него там есть ядерная установка, которая может держать его в воздухе бесконечное количество времени. Ведь этого ничего не произошло. Нам разговоры, опять же, мультики показывают. Если у тебя есть там кинжал какой-то, украинцы доказали, что кинжалы сбиваемы, что Петрус сбиваем. Путину, правда, сказали, что все кинжалы упали туда, куда упали. Вот и все. И он убежден, что его кинжалы, кстати, вот сейчас, когда там заваруха на Ближнем Востоке, он сказал, что вот он поставил там на боевое дежурство МИГ-31 с кинжалами, которые будут теперь в международном пространстве на Черном море баражировать на всякий случай там чего-то. Ну, пусть баражирует, потому что американцы их сбивают совершенно. У него был крейсер «Москва» непотопляемый, который должен был защищать не только самого себя, но весь Крым и вообще всю, весь юг России. Ну, а вы его совершенно спокойно потопили. Вот и все. Это надувание щек. Ну, также есть космическая ракета «Союз», о которой сейчас пишут, немецкая пресса. Да, и, кстати, накануне, вот когда эту триаду, да, Путин показывал своим зрителям, немецкая газета «Бильд», аудио, запись разговора Рогозина с его заместителем опубликовала, где они как раз обсуждают модификацию этой космической ракеты, чтобы с помощью этой космической ракеты нанести удар по Киеву, как утверждается в этой расшифровке. Что за этим стоит? Потому что нет, вот слышал такую мысль, что Россия сама может сливать вот эту всю историю в западную прессу для того, чтобы показать, что что-то они делают, да, что-то они там модифицируют, у них какие-то планы есть. Вы расцениваете вот то, что опубликовала «Бильд», как такую информационную спецоперацию, за которой в том числе стоят россияне, которые это просто слили западную медию, нет? Нет, не расцениваю, потому что это абсолютно в обратную сторону работает. То есть это, кстати, должен вам сказать, что это интересный вариант. Слово «интересный» в этом смысле у меня, как у эксперта по геополитике и спецслужбам, звучит совсем другой, потому что когда вот меня сейчас слушают украинцы, они говорят, что это такой за интересный вариант. Да, потому что это в том смысле был интересный вариант, что это не ядерное оружие, это не ядерное оружие. Космическая ракета «Союз» – это просто ракета, бытовая, цивильная ракета. Другое дело, что любая космическая ракета цивильная – это та же самая ракета баллистическая, которая, если к ней прицепить ядерную боеголовку, то она становится ядерной ракетой, межконтинентальной ракетой. А космическая ракета еще больше, потому что она может многократно облетать всю планету, и даже там ее головная часть, то есть «Союз» может летать там довольно долго. И почему это было интересно? Потому что это не межконтинентальная военная ракета, это цивильная ракета, и там нет ядерного оружия. Но если бы она действительно упала на Крым, на Киев, то удар был бы серьезный. Ну, там дальше можно поспорить, потому что люди, кстати, стали говорить о том, что вообще-то она не гарантирована, что она попала бы в Киев. Потому что когда вот эти цивильные ракеты там падают, и когда они летают, то в космосе вот они там могут до миллиметра прилететь в то самое место, где находится космическая станция, и состыковаться. А вот когда они падают на Землю, то они могут, грубо говоря, приземлиться неизвестно где. Там разброс может плюс-минус 100 километров. Хотя немножко это, я считаю, что это не совсем то, потому что там стоит задача сохранить жизни космонавтов, и по этому поводу там делают специально траекторию, которая, возможно, и не нужна тогда, когда эту ракету надо использовать как оружие. Вот, то есть, в принципе, это было интересное решение для Путина, потому что он, с одной стороны, показывал свою мощь, и при этом не задействовал как раз ядерное оружие. То есть это, именно в этом смысле это было решение, я не скажу правильное, но, в общем, это было вполне решение, которое можно было бы применять. Но он не решился, потому что ему просто не готовы были эти люди, которые занимаются мирным космосом, гарантировать, что это попадет туда, куда попадет, раз, и что вообще, что это не взорвется по дороге, потому что, грубо говоря, хотели... Ну, в России, судя по расшифровкам, это могло взорваться в России. Это могло взорваться где угодно, потому что, грубо говоря, чего, значит, когда падает этот спускаемый аппарат, он же греется, там огромные, огромные температуры, и если туда положить взрывчатку, то она просто термически может взять и бабахнуть, еще до того, как он доветит куда-то там до Украины. И то есть это бабахнет когда-то, бабахнет над Россией, и, соответственно, все эти обломки упадут на Российскую Федерацию. Состоится примерно то же самое, что и идиотка Симонян предлагал там над Сибирью делать, но, правда, она предлагала еще хуже, она там предлагала водородную бомбу взорвать на высоте. Это, конечно, космическая ракета, она там не привела бы никаким супер, каким-то пупер последствиям. Хотя, вы знаете, вот там Тулгусский метеорит, да, все помнят, да, то есть вот когда просто довольно большое космическое тело летит с космической скоростью, а в космосе, надо сказать, какая космическая скорость, 30 километров в час летает эта бодяга, 30 километров в час. И, ну, она, конечно, когда вот падать будет на Землю, она будет страшно греться, и нет, не было гарантии у них, что она просто не взорвется, не сгорит до того, до того, как она упадет, потому что ее надо, грубо говоря, тормозить, а если тормозить, тогда теряется кинетическая энергия, да, а если не тормозить, то вот помните шаттл американский, который пытался приземлиться, и вот который с такой еще большой космической скоростью входил в атмосферу, плотные слои, и тут же, значит, когда любое тело входит с такой сумасшедшей скоростью в плотные слои атмосферы, оно начинает греться и сгорать просто любой металл, там металл не выдерживает, поэтому там керамику ставят, и даже керамика не выдерживает, потому что достаточно было отсутствия одной плитки керамики на этом шаттле, чтобы он разлетелся к чертовой бабушке. Но если бы космический аппарат типа «Союза» с такой космической скоростью ударился бы в центре Киева, то этого последствия были бы такие же, как при ядерном ударе, но без ядерного удара. И в этом смысле это предложение не лишено было некого смысла. Поэтому это не глупость, это подлость, это преступление, но это не глупость. Другое дело, что ученые, которым поставили такую задачу, они сказали, что мы не гарантируем, что это сработает, что вообще эта штука долетит, что она не сгорит до того, и что это все не взорвется над самой же Россией. Ну а то, что сейчас эта статья появилась в Бильд, с чем это связано, что немецкие журналисты хотели подчеркнуть? Вот это и псо, потому что вы же понимаете, что никакие немецкие журналисты никакую секретную пленку не могли достать. То есть ее могли достать спецслужбы. А потом спецслужбы слили это в Бильд, и Бильд это слил для того, чтобы весь мир посмотрел, что такое Путин. Что вот Путин, вот такие вещи, его люди, типа Рогозина, который стал, кстати, сенатором от Запорожской оккупированной области в Российской Федерации, то есть стал законодателем, защищенным, кстати, государственным иммунитетом, что вот он такие вещи обсуждает с Путиным, и обсуждает на полном серьезе. Но тогда вот, я так и не понял, он тогда был уже, еще был, оставался он главой Роскосмоса, или это он пытался вернуться в свое кресло тогда, когда его Путин уволил в июле прошлого года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова